А у нас сегодня студия оформлена замечательными работами Дмитрия Якулева. Дмитрий, добрый вечер. Это севастопольский фотограф, фэшн-фотограф, фотохудожник. Но это только часть его небольшая работа, потому что вообще-то он больше принёс. У нас на столе лежит, мы вам покажем лучше их, да, вот в записи сегодня. А вообще вы не считали, сколько у вас вообще всего фотографий? Не ведёте подсчёт такой? Нет, подсчёта нет, но хороших работ более тысячи, наверное, штук. Да, по разным сайтам раскинуто, в разных портфолио моих находится. Ну, а лучших порядка, наверное, 70 штук лучших работ. Вы ведь, вот лежит сейчас на столе, оператор покажет, надеюсь, ваш друг и спутник Nikon D300S. Хотя, вы можете взять его даже в руки, вот сейчас возьмите. Да, прекрасно, все люди, все телезрители знают, что такое Nikon. Я очень удивилась, потому что вы мне сказали, что у вас были другие камеры, да, может быть, и покруче, но вы вернулись к этой, вот почему, вот к этому фотоаппарату? Дело в том, что любая камера, какая бы она ни была крутая и дорогая, в принципе, это всего лишь устройство в руках человека, то есть самого фотографа. И только сам фотограф непосредственно своими руками делает сам кадр, наверное. То есть не имеет значения, то ли это какая-то маленькая камера, совершенно там маленькая, да, либо это гигантская камера таких флагманов Никона или Кэнона. Независимо от этого, все равно как бы все зависит непосредственно от, наверное, таланта самого человека, от таланта художника. Наверное, только так. Но у меня это было очень, в принципе, наверное, просто, я просто посмотрел работы старой, которые были сделаны вот на эту камеру, это Nikon D300S, вот, довольно старая эта камера, с нее, в принципе, я как бы и начинал свою деятельность. Три с половиной года назад? Детельность, да, три с половиной года назад. Не так давно вы занимаетесь фотографией профессиональной. Ну, а за это время я уже поменял камеру и Кэнон 5D Mark II, а также у меня было Nikon флагман сейчас, самой крупной камеры, самой дорогой, это Nikon D800. Так вот, посмотрел, просто сравнил работы свои, старые работы, которые были сделаны три с половиной года назад, там, полтора года назад, вот, и новой камеры D800. Ну, пришел к тому, что, в принципе, ничем не отличается, зато та камера, естественно, D800, она в три раза дороже, ну, по большому счету... Она, может быть, престижнее. Она престижнее, да, но, на самом деле, сами фотографии, качество фотографий в том разрешении, в котором мы каждодневно смотрим, просматриваем их, да, она никак не зависит от самой камеры. Димочка, вот вы начали давно свой творческий путь в том плане, что еще с юности зарисовывали в альбомных рисках «Натуру». Кстати, вы до сих пор снимаете и пейзажи для себя, где-то в городах путешествовать. Да, есть пейзажи, есть, вот, допустим, архитектура. Архитектурные даже какие-то фрагменты. Да, не Германия, да. А почему все-таки вы пришли... Кстати, у вас очень неплохо это получается. Кстати, эти работы, они были несколько, по-моему, месяцев в интернет-магазине, в очень серьезном, сейчас уже не помню каком, но целый месяц они висели на главной странице. Вот несколько работ из вот этой серии, именно в Дюссельдорфе. А почему фэшн-индустрия все-таки? Почему вы все равно пришли вот к этому, в мир моды? Дело в том, что здесь играет роль стилистика уже непосредственно. То есть у меня, наверное, все-таки с рождения определенный вкус, вот, и репортажные фотографии, то есть те фотографии, которые может сделать, в принципе, ну, каждый человек, да, они меня не очень привлекают своей простотой, своей повседневностью, только потому что, как бы, мы это видим каждый день. Вот, допустим, некоторые вот такие портреты, которые вот на этой, допустим, вот на этой фотографии изображены, либо вот внизу, это уже здесь, наверное, использованы какие-то там секреты, техники в том же, скажем так, здесь больше чувств в этих фотографиях. Не просто как-то картинка какая-то. Я бы сказала, чувственности даже. Чувственности, да. То есть моя задача, как фэшн-фотографа, передать не именно... Вещь, одежду. Скажем, да, одежду для каких-то там каталожных там вариантов, да, а именно показать даже не суть человека, а просто вот какое-то ощущение от совокупности одежды, эмоций, лица, вот каких-то вот пальцев там, глаз, взглядов. То есть поймать это, да? Не то, что поймать, создать именно. А создать. То есть это не просто я ловлю. Мы создаем это, мы вдвоем с моделью всегда это создаем. И вот очень сложно поймать это ощущение, когда действительно сама картина приобретает вот то чувство, когда на нее смотришь, да, и вот испытываешь определенные чувства такие вот, чувства стиля или какие-то другие вот в данном случае. Ну, каждый может испытывать по-своему. А давайте посмотрим сейчас небольшой сюжет, посвященный вашим работам. Пусть какие-то чувства испытают наши телезрители. Я только скажу, что некоторые ваши работы отобраны редакцией журнала ВОК, и там даже лейбл стоит уже ВОК в нижнем углу. А это очень престижно туда попасть. Даже не только, может быть, на обложку в журнал, а уже отобраться. Уже хотя бы, да, отобраться. Редакторами журнала, итальянского журнала ВОК, да, действительно, это в принципе довольно престижно. И небольшое количество людей в целом в Украине имеют там большое портфолио именно там, потому что очень сложно пройти туда. Давайте посмотрим. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Есть несколько фамилий, которые хотелось, чтобы вы назвали, потому что есть учителя, кумиры, есть люди, перед которыми вы и ваши товарищи могут снять шляпу. Это известные в фэшн-индустрии фотографы, знаменитые, с мировыми именами. Вот назовите несколько, у вас три таких фамилии, по-моему. Вы знаете, конечно, огромное впечатление в начале моей карьеры произвел на меня Лада Алексий. Немножко позже Бруно Дайен, безусловно, очень талантливый фотограф. У него просто великолепные работы. Французский, он французский, он в Париже живет. Вы знаете, на самом деле, да, конечно, именно француз. И последний, допустим, грубо говоря, Стивен Майзл, да, это как бы считается вообще отец модной фотографии. Да, надо сказать, что Стивен Майзл, очень удивительный человек, его отец работал в Лондон Рекордс. Именно благодаря отцу в детстве Стивен Майзл видел таких знаменитостей, как Битлы, Фрэнк Сенатор. Он с ними общался и с детства очень много рисовал. И надо сказать, что была такая интересная история, что однажды он подговорил своих подружек, ему было 12 лет. Вот какая-то профессия, с детства он уже выбрал свой путь. Да, конечно. И он говорил своих подружек позвонить в модное агентство и, представившись секретарями какого-то модного фотографа в то время другого, просто договориться о съемке с известными моделями. Это удивительно. У мальчика было такое рвение тогда. Это потом он уже закончил высшую школу искусством и дизайна. И давайте посмотрим несколько его фотографий. Я буду о нем говорить. Давайте. Именно Стивена Майзела. Он живет в Нью-Йорке, я еще расскажу. И очень успешно сотрудничает, допустим, с Мадонной. Об этом не все знают. Он делал дизайн на некоторых ее альбомах. Он работает практически, наверное, с очень большим количеством актрис, знаменитостей. То есть когда-то он кого-то однозначно уже снимал. И, кстати, за первую фотосессию он проводил именно в своей квартире и на улице тоже. Да, да, да. Ну, конечно, каждый фотограф начинал с чего-то, начинал. Но, безусловно, чтобы добиться вот таких результатов, как мы сейчас видим, это нужно колоссальное, конечно, трудолюбие, умение, талант. Безусловно. Девушки в метро называются фотографии. Да, да, да. Ну, вообще замечательно, да. Скажите, пожалуйста, ну, вот много же... Вот мы назвали только три фамилии. А вообще очень много фотографов, которые так же, как вы, работают в вашей индустрии. То есть большая конкуренция получается. И все куда-то хотят свои фотографии представить. Как вообще уживаетесь между собой? Вы знаете, конкуренция действительно очень большая. Конкуренция большая, но, как вам сказать, если сравнивать разные вещи, да, разный уровень, разный стиль, то можно и не найти конкуренции. Потому что все-таки качество, ну, скажем так, оценивая именно свое качество и качество работ некоторых фотографов в Севастополе, которые позиционируют себя как фэшн-фотографы, да, то я не чувствую конкуренции только потому, что, как бы, вижу много того, что они, может быть, не видят. Вы еще видите много фотошопа в их работах. Фотошоп – это страшная вещь, на самом деле. Это страшная вещь, да. Это действительно страшная вещь, когда человек не понимает, что это некрасиво, даже если это может быть и красиво, но под определенным углом люди берут этим фотошопом и как-то так очень непрофессионально работают. То есть если и пользоваться им, то очень-очень аккуратно фотошопом, чтобы это было незаметно. Фотография, конечно, она есть фотография, безусловно. Фотография должна быть фотографией. Если человек ее рисует, это уже какой-то рисунок. Если это фотошоп, то это, извините, тоже не фотография. Это уже переделанное полностью все, там уже от фотографии ничего не осталось. Этим тоже ценится очень сильно настоящая фотография у мастеров. Предлагаю нам с Дмитрием передохнуть, мы пока попьем воды, а вам покажем такой 10-минутный фрагмент одного фильма, который назывался, по-моему, «10 лучших фэшн-фотографов». Я вот только не помню, это российских или вообще, в том числе тех знаменитых, о которых мы уже упомянули. Давайте посмотрим, там есть комментарии за кадром. Это был такой готовый фильм. И все-таки познакомимся с некоторыми именами и посмотрим, действительно, насколько тяжел их труд. Эллен фон Уинверт – прекрасный пример того, как из модели может получиться выдающийся фотограф. Начав снимать модные будни на подаренный ей простенький фотоаппарат, Эллен быстро нашла свой неповторимый стиль – элегантный, женственный, провокационный. Прорыв в карьере Эллен произошел в 89-м году, когда она сняла никому неизвестную Клаудио Шифер для рекламной кампании джинсов. После этого и модели-фотограф в мгновение ока вознеслись на фэшн-олим. Секрет Эллен фон Уинверт в том, что она не переносит неподвижные позы моделей. Она просто дает им жить в кадре, быть самими собой и раскрыть свою естественную сексуальность. Главная женщина фэшн-фотографии Эллен фон Уинверт на пятом месте нашей десятки. Да, многие модели начинают снимать, даже в Москве. У всех женщин есть что-то общее. Романтическая чувственность, не присутствует пошлости, не присутствует агрессии совсем. Я снималась у девушки-фотографа, но скажу вам честно, я предпочитаю работать с мужчинами-фотографами. Мэрт Аллас и Маркус Пигут. Известнейший фотодуэт в мире моды. А их неповторимый стиль, который так идеально вписывается в мир роскоши и гламура, стал настоящей сенсацией в начале 2000-х. Встретились они в 1994 году в Англии. Один из них был стилистом, другой — ассистентом фотографа. После совместной работы в нескольких проектах они решили создать свою собственную команду. Показав свои первые работы журналу «Дейст энд конфьюзд», Мэтт и Маркус сразу же получили заказ на обложку. Вслед за журналами неестественно яркие, эпатажные и сексуальные фотографии дуэта привлекли гигантов модной индустрии. Представители мира моды готовы платить им по 100 тысяч долларов за съемку. В своих работах они уделяют большое внимание внешности моделей и обработке фотографий. Дольче и Габана фэшн-фотографии Мэрт энд Маркус получают четвертое место нашего чарта. Для меня немножко странно, почему они подсценилируются вдвоем. Они вдвоем кнопки нажимают, что ли? Или один придумывает идею, другой снимает. Это сложно для меня понять два фотографа одной картины. Это сочетание несочетаемого. С одной стороны, потому что Мэрт родился в Турции, если я не ошибаюсь, Маркус из Уэльса. И, между прочим, в 2006 году им доверили снять самый известный такой культовый календарь Пирелли. Такой самый провокативный календарь за всю историю Пирелли. И он вышел под грифом 18+. То есть это говорит о том, что они сняли действительно такие правильно вызывающие фотографии. Мне очень нравится их манера. Мне кажется, что они одни из тех, кто может действительно показать, что женщина может быть сексуальной, но при этом не пошлой. Фотограф перуанского происхождения Марио Тескино очень долго шел к славе и признанию. Зато теперь его работы считаются классикой мирового фотоискусства. А сам он непревзойденным мастером люксового реализма. Мировая известность пришла к нему в середине 90-х после фотосессии Мадонны для Версачи. Тогда и поп-королева и великий кутерье заметили, что у Тескино есть особый талант к фэшн-съемке. С тех пор он работал для всех известных глянцевых журналов. Годами снимал рекламные кампании для Дольче и Габана, Бёрбари и Версачи. За последние годы через его объектив прошли все самые известные актрисы, певицы и топ-модели мира. Но его любимой музой всегда была Кейт Мосс. Ей он посвятил отдельный альбом своих фотографий. А она пригласила его быть фотографом на своей недавней свадьбе. Марио Тескино и его безупречному вкусу мы смело отдаем бронзу. Мне очень нравится Тескино. Мне кажется, что он изначально внутри художник. Несмотря на то, что фэшн-фотографы не всегда художники по образованию, у него присутствует чувство композиции, света, передачи. Он не так ярко выражает цветовую гамму. Он немножко приглушает их. И даже черно-белые работы где-то они передают какую-то внутреннюю тревогу. В далекие 90-е, когда я жила в Ростове-на-Дону и даже не мечтала стать моделью, я знала о том, что есть такой фотограф Марио Тескино и думала о том, что если бы я была моделью, то наверняка было бы очень круто сняться именно у него. И я все еще считаю его очень крутым и достойным фотографом. В следующей части программы вы узнаете, кто носит звание главного хулигана фэшн-фотографии. Я не считаю, что это вот прям порнография-порнография. И кто из фотографов открыл больше всего топ-моделей. Да, я бы стала у него сниматься с удовольствием. Смотрите только на музе. Секс — лучший двигатель торговли. Именно этим объясняется успех и востребованность Терри Ричардсона в мире фэшн-фотографии. Самый скандальный и неоднозначный модный фотограф нашего времени известен прежде всего своим ярким провокационным стилем и сексуальностью на грани порнографии. Одни его считают, этот невзрачный парень в клетчатой рубашке и очках и интереснейший фотограф современности. Работы Терри Ричардсона похожи на любительские, как бы случайно сделанные снимки. Он не заставляет моделей стоять часами в одной позе. Наоборот, пытается поймать через объектив фотоаппарата неожиданный момент. А еще у Терри есть милая слабость. Он любит делать фото на память со звездами и моделями, с которыми он работает. Главный хулиган фэшн-фотографии Терри Ричардсон занимает второе место нашей десятки самых главных модных фотографов современности. У него такая немножко грязная манера снимать, то есть он такой вот через гламурные какие-то картинки, немножко даже где-то порнографические, показывает настоящую жизнь. И, конечно, в мире моды его фотографии считаются одними из самых модных. Я не думаю, что я бы пошла на такие откровенные фотоснимки, но с точки зрения эстетики, а просто как работа творческого человека, мне, конечно, нравится. На самом деле он такой для меня, такая темная лошадка оказалась. И сейчас, начиная его понимать больше, вот после того, как посмотрел все работы, которые он проделал, да, вот для пирели, и не только, в нем есть вот эта живость, то есть он, все модели у них живые практически, да, вот это хулиганистые, как бы пошлые, но пошлые хочется реально вот смотреть. Прежде чем назвать самого главного фэшн-фотографа, о работе, с которым мечтает каждая топ-модель, вспомним остальных мастеров запечатленной красоты. На 10-м месте первооткрыватель Кейт Мосс Марио Сорренти. Гениальный мастер фэшн-фотографии Крейг МакДи на 9-м месте. Восьмая строчка досталась Ранкину, позировать которому не отказалась даже королева. Гламурный сюрреалист Дэвид Ложабель поражает наше воображение на 7-м месте рейтинга главных фэшн-фотографов современности. На 6-м месте любимый фотограф Мадонны Стивен Кляйн. Главная женщина-фотограф модной индустрии и ее фэшн-эротика в самом сердце нашего хит-парада. Четвертое место досталось самому известному и яркому фотодуэту в мире моды Мерту и Маркусу. Классика модной фотографии от Марио Тестина на 3-м месте. Но вторую строчку получает главный провокатор и хулиган с фотокамерой Терри Ричардсон. Кому же досталось первое место? Смотрите прямо сейчас. Фотографа Стивена Мейзела называют не иначе, как крестным отцом моды. Такое почетное звание он получил в первую очередь потому, что стал первооткрывателем многих моделей. Именно он продвигал Наоми Кэмпбелл, Сашу Пивоварову, Снежану Анопко, Коко Роша, Евгению Володину, Наталью Водянову и многих других. Именно благодаря ему они появились на обложках и получили статус топ-моделей. В 2009 году американский ВОК посвятил Мейзелу фотосессию, где он был снят в окружении мус, которые обязаны ему своим успехом в фэшн-индустрии. Его любовь к моделям началась еще в детстве, когда вместо комиксов Стивен листал журналы мод и детально запоминал каждый снимок. Позже Мейзел работал иллюстратором в журнале, пока однажды ему не разрешили немного пофотографировать модели агентства Элит. С этого момента мир моды получил своего самого выдающегося и влиятельного фотографа. С 1988 года итальянский ВОК доверяет ему снимать каждую свою обложку. С 2004-го он снимает все рекламные кампании Прада, не забывая, впрочем, и о паре десятков других фэшн-брендов. Фотограф, который создал больше всего топ-моделей Стивен Мейзел, сегодня на вершине нашего фото-олимпа. Стивен Мейзел. Вот это для меня на самом деле открытие, потому что вот я еще раз признаюсь, как бы я не часто узнаю о новых фотографах или там о фэшн-индустрии, что где, что происходит. Ну, как бы у меня такая жизнь немножко, я больше ухожу в свою работу, из-за этого, наверное, упускаю очень много именитых и талантливых фотографов для меня. И сейчас это для меня хорошее открытие, интересное. Я смотрел работу, и у него прям и пост-обработка, и вот какая-то своя стилистика присутствует. Дмитрий Яковлев, мой сегодняшний гость, собеседник, фэшн-фотограф, сказал, что последнее можно было набредать комментарии этого фотографа российского, но, может быть, и хорошо, что ему его ставили, потому что вот для меня удивление, что он, что для него Стивен Мейзел это открытие, понимаете? Как же ты, дружище, хочется спросить у него, работаешь в этой индустрии, что ты не знаешь корифея, гения. Да. Вы показали уже работы вам Стивена, и хорошо, что сейчас вы увидели его живьем, симпатягу этого, и он действительно возглавляет рейтинг лучших фотографов в мире, а сидит вот этот молодой наш товарищ, я не знаю, из России он или откуда, и он не знает, но, наверное, и Стивен Мейзел, его тоже же не знает, и слава богу, и живет себе спокойно. Но вы сейчас видели фрагмент этого фильма, десяти фотографов, с которыми мечтают работать топ-модели, что скажете? Вот такой действительно сумасшедший адский труд, они такие все замороченные, вы все. Действительно, очень много работы. Когда ты на высоте, когда ты на Олимпе, безусловно, все хотят именно с тобой работать, и работаешь ты просто 25 часов в сутки. Это действительно так, это очень сложно, это очень выматывает, там большая команда, очень большая ответственность. Вот вы сейчас сказали, Дима, что большая команда, правильно, там же, видите, есть что надеть, да? Там дизайнеры, там специалисты по компьютерам. Стилисты, абсолютно. Визажисты, все что угодно. А вы работаете один, я знаю, что даже вот, вы не работаете на съемках, не приглашаете стилиста, косметолога, это в вашем модели сами одеваются? Визажисты, да. Да, я снимаю непосредственно. Сами одеваются? Да, мы действительно сами прям приезжаем на место, вот когда съемки. Мы на этом месте и снимаем, то есть немножко там делаем какой-то визаж, самый элементарный, то есть просто награсить губы, немножко подвести глаза, вот, и начинаем делать съемку. Основную обработку, если она требуется, конечно, я делаю уже в фотошопе. Но дело в том, что я работаю в основном, ростовые портреты делаю. Именно поэтому как бы кадры, вот именно сами портреты, они у меня не близко, то есть сами лица люди не видят, если в полный рост, да, как бы, поэтому там основной, как бы, визаж не нужен. А матушка, наверное, губы, да. Конечно же, если делать вот примерно такую работу, то есть, безусловно, нужен здесь визажист, который будет все придумать. Но, опять же, здесь мы работали тоже вдвоем. То есть у меня из практики я, ну, может быть, раза три, наверное, работал с визажистами. Со стилистами я никогда не работал вообще. То есть все, что сделано везде здесь, на этих всех работах мы придумывали вместе с моделью. Есть еще один замечательный фотограф, Бруно Дайан, да? Вот мы о нем говорили, он живет во Франции, и он работает очень много в рекламе. Давайте посмотрим его фотографии, его работы, потому что это тоже знаменитость такая в мире фэшн-индустрии. У него такое, как говорят, модели в таком подсознательном, блестящем, плавающем, мечтательном пространстве. Вот как это он делает? Это волшебник, действительно, это волшебник фотографий. Такое, чтобы повторить, нужен, я не знаю, опыт колоссальный, тоже очень большая, наверняка, команда людей, потому что сделать такое количество фотографий с таким видением, это, безусловно, нужна команда, хорошая и очень профессиональная, безусловно. Бруно Дайан создает рекламу для таких известных брендов, как Луи Виттон, Эвсен Лоран, Макс Фактор и других. Тоже, конечно, заработок, вот я так подумала, что это здорово, работать с такими фирмами очень знаменитыми. Я знаю, что вы часто путешествуете и по работе, и в Москве, и в Европе, были не так давно в Москве, и вы были в доме модели с Вячеслава Зайцева, вы с ним знакомы очень хорошо, он оценил ваши работы, очень, можно сказать, что у вас такие дружеские отношения, действительно, и вы посмотрели его показ, да, очередной, там прошел именно его, да? Я был на двух показах, да. Сейчас мы посмотрим фотографии. Действительно, было очень интересно. Да, потому что все-таки наш знаменитый кутюрье, это здесь с кем он, Вячеслав Зайцев? Это с внуком Армстронга, я его фотографировал, у них в офисе. Похож на деда, хочется сказать. Да, да, на его мига похож. Он тоже там у него что-то прикупил, у Славы Зайцева? Дело в том, что Вячеслав Михайлович подарил ему вот это вот пальто, да, а это команда в магазине у него на первом этаже, в Доме моды. Ну, он не унывает вечно. Да, очень яркий, очень позитивный человек, дай Бог ему здоровья. Всегда в окружении большого количества людей, поклонников. Это у него в усадьбе, да, у него в усадьбе за 50 километров от Москвы. В Подмосковье ближайшее, наверное, какое-то. Ну, у него сын тоже занимается, тоже кутюрье, тоже занимается, по-моему, мужской одеждой, мужскими брендами. Мы сейчас увидим здесь, вот, кстати, он сам тоже и красит модели. Он всегда красит, да, всегда красит. А вот подружки его, наверное, в юности, Вера Васильева, блестящая актриса. Да, тоже мне позировала немножко, буквально пару минут. Красавица, вот, да. Да, этим могу тоже гордиться, поэтому действительно интересно. Всякие Вячеслава Зайцева призы, наверное, дипломы. Да, да. Ну, и вы сказали, что если бы, конечно, еще бы какой-нибудь такой известный кутюрей, как Зайцев или там Юдашкин, одевал ваши модели для съемок, было бы вообще здорово, да? Да, дело в том, что вообще у нас очень сложно, на самом деле, с дизайнерами, потому что, ну, по большому счету, есть начинающие, есть стремящиеся, но выдающихся, к сожалению... У нас в Севастополе, видите, это в Украине. Да, я имею в виду, безусловно, в Севастополе. Безусловно, в Севастополе. Даже если они есть, то на таком уровне, что, во всяком случае, мне не приходилось работать с дизайнерами, вот, хотя очень бы хотелось с кем-то посотрудничать, но, опять же, это должно быть не просто то, что находится у нас в магазинах, такое вот, которое можно носить каждый день, а что-то именно в первую очередь рекламная съемка, рекламная фотография служит именно для рекламы в журналах, где-то там, на каких-то билбордах, то есть несет определенную информацию, чтобы люди покупали. А у нас, по большому счету, таких вещей, как бы, как таковых, может быть, они и есть, но они тоже есть в каждом журнале, то есть не особо развита вообще в принципе у нас эта фэшн-индустрия, развитая ширпотреб, как бы такой. Я вот, когда с вами познакомилась, один из первых вопросов был, а почему вы здесь-то? Не уехали еще куда-нибудь в Европу, в Киев, я не знаю, в столицу, в Москву? Вы знаете, очень, Москва, мне не хочется там быть, скажем так, если очень просто. Для многих просто общего, сейчас телезрители, наверное, открытие, что у нас еще такие фэшн-фотографы, оказывается, в городе есть. Да, действительно, многие далеки, но смысл в том, что все-таки я стремлюсь в Европу, если говорить о моей перспективе, не только вы, вся страна туда стремится. Надеюсь на это, я лично на это надеюсь, но, смотрите, у меня, в принципе, в будущем я планирую поступить в Германию, в концакадемию, именно факультет по фотографии, то есть я собираюсь совершенствоваться, получить там образование в Германии, буквально на следующий год уже, как бы мы уже организовываем мероприятие, вот, и после этого я думаю, что я уже где-то буду работать немножко в Европе, немножко с какими-то более знаменитыми кутюрье, в том числе, я не имею в виду сейчас Вячеслава Михайловича, я имею в виду какие-то там... Ну, понятно, да, которые в Милане на показах. В Милане, да, в Германии. Давайте времени мало посмотрим ваши фотографии, мы назвали для себя их как лучшая подборка, мы немножко помолчим, потому что музыка опять будет звучать ваша, которую вы написали. Давайте послушаем, что вы за музыку поставите. Запомните это имя, Дмитрий Яковлев, когда-нибудь, может быть, войдет в пятерку лучших мировых фотографов, давайте посмотрим ваши работы. Дмитрий Яковлев. 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 Вот две последние фотографии. Вообще вот просто супер. И я знаю, что очень известные люди, не будем называть фамилии, очень известные всему миру, вот отметили, кстати, и последнюю, эту крайнюю фотографию, потому что, дай бог, не последнюю. Здорово, здорово. Вообще, вы знаете, я сегодня, по-моему, вся наша команда получила громадное удовольствие встречи с вами от вообще такого драйвового эфира. Очень приятно, действительно. Мне тоже было очень. Спасибо, потому что это как-то очень редко тема поднимается вообще. Считается, что вот у нас так все сложно, это кому-то, мол, нужно. А это нужно. Это красота, которая спасет мир. И с помощью вашей фотокамеры, ваших, так сказать, коллег, вот этих таких, ну, непростых, но и не очень дорогих фотоаппаратов, вашими глазами, поможет женщинам, девушкам, девочкам взглянуть на себя и юношам тоже по-другому. Спасибо. Я вам желаю успехов, Дмитрий. Спасибо, спасибо вам. Конечно, мне очень приятно, что вы продолжаете где-то будете учиться и, может быть, там где-то сядете в Европе, как вы мечтаете, это и по праву, это правильно. Не забывайте, наш город, всегда вас рады видеть в эфире, возвращайтесь к нам с новыми работами, будьте знаменитыми. Да, я, наверное, даже вам предоставлю несколько своих работ, чтобы они у вас были. В программе «Нетихий час». Наверное. Спасибо большое. Нам будет очень приятно, потому что мы будем работать в этом интерьере и будет очень здорово. Вот. И отдельное спасибо от моего режиссера Дарьи Потаповой, которая вам уже аплодирует. Спасибо. По ту сторону экрана. Спасибо. Дмитрий Яковлев, фотохудожник, фэшн-фотограф был сегодня нашим гостем, потому что мы сегодня все здесь очень ему рады. А через неделю Биллис Бэнд. Не пропустите. Весь эфир посвящен этой замечательной питерской команде. Отрывемся по-питерски ровно через неделю. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»